Драгдилера, выдававшего себя за Конора МакГрегора, посадили почти на три года. 34-летний Марк Найн попался копом в феврале при попытке избавиться от наркотиков и двух мобил. Офицером он представился Конором. При себе у него нашли сотни визиток, на которых гордо красовалась фамилия знаменитого бойца руками. С обратной стороны была не менее гордая надпись «Лучшие колеса в Саре». Это графство Великобритании, кстати. Британский суд признал его виновным в наркоторговле и вождении без прав и страховки. Следующие два года и девять месяцев он проведет за решеткой. В хату, интересно, он тоже зайдет? Походка Конора МакГрегора? Привет! Вы на канале Свежак и с вами, как всегда, Чернокнижный. Самый неадекватный обзор новостей России и не только. Не забудь поставить лайк, ударить в колокол, подписаться. Ведь самые горячие новости, самые горячие новости еще впереди. Газдума приняла в третьем окончательном чтении поправки федеральный закон об образовании в Российской Федерации в части введения просветительской деятельности. Та-дам! Да, мы про просветительскую деятельность. Он был инициирован депутатами от всех четырех фракций, входящих в комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств внутренних делах России, а также сенаторами РФ. Что такое просветительская деятельность? Эталонная говнища. Закон вводит такое понятие в соответствии с ним. Это осуществляет вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенций в целях интеллектуального, духовного, нравственного, творческого, физического или профессионального развития человека, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов. Это ж, ёб твою мать, какой-то все инфо-цыгане, наверное, вымрут после этого закона. Кто сможет ей заниматься? Просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти. Гнездовье телепидоров. Ну кто бы сомневался, куда же мы без органов-то это? Иные государственные органы, органы местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а также вправе осуществлять физические лица, индивидуальные предприниматели, предприниматели или юрилитцы при соблюдении требований закона. Ну, хоть что-то, ладно. То есть мы поняли, да? ИП, физики могут. Это круговое наебалово. Что ограничивает закон? Предложено запретить использовать присветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщений, обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим конституции. Я просто поплопну. Значит, порядок и условия введения присветительской деятельности. Формы контроля за ней определит правительство. Ну, конечно, кто еще у нас может определять-то это? Кроме того, для подписания международного договора в сфере образования потребуется социальное заключение Министерства просвещения или Министерства образования и наук, или ведомство, введение которого находится ВУЗ. Ну, блин, инфо-цыгане точно все под окном после этого закона. Когда закон заработает? Он вступит в силу 1 июня 2021 года. Почему это необходимо? Закон призван оградить антироссийских граждан, в первую очередь, школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, продаваемой под видом присветительской деятельности. Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой сфере под видом присветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию с проводиной в Российской Федерации государственной политики. Пересмотр истории, подрыв конституционного стоя указано в пояснительной записке. Заебись! Во Франции мэр, осужденный за изнасилование, продолжает управлять городом. Из тюрьмы. Жорж Трон, политик старой закалки, коммуной дровей, он руководит с 1995 года. Бать! Да тут вся кодла! Приставал к юным и не очень сотрудникам мэрии, так сказать. Суд тянулся долго, его даже успели признать невиновным в 18-м году, но на апелляции обвинения одной из женщин сочли правдой. Трон уехал на рэ. Вот только мэром он быть не перестал. В отставку уходить отказался, а городом решил поуправлять из тюремной камеры. Общается с подчиненными с помощью бумажных писем. Называет решетку, ну, небольшим препятствием. А последнее заседание городского совета началось с зачитывания написанных им инструкций по составлению бюджета. И пока оппозиционные политики в бешенстве осуждают мэрию, правительство Франции разводит руками. Ведь все суды еще не прошли, а по закону снять они его не могут. Однозначно, есть два трона. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Понравился выпуск? Ставь лайк, подписывайся, бей в колокол, чтобы не пропускать новые выпуски. И до новых встреч! Лайк, репост, лайк, репост, лайк, репост, репост, лайк.